Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка под компанией TechMill, с вами я, Артур Идиатурин. Цены на нефть вчера выросли, фьючерс WTI июньский вырос вчера на 6,8%, затем откатился, но закрылся выше 25 долларов за баррель, что позволило сегодня устроить такое небольшое струнное ралли в сторону 26 долларов за баррель. Пока рынок обдумывает перспективу возобновления бычьего тренда, о чем можно сделать вывод, исходя из того, что цена вот около недели сейчас болтается в таком узком тренде. Другой важной динамикой нефтяного рынка является то, как фьючерсные цены, что происходит на фьючерсном рынке, как цены на фьючерсы движутся относительно друг друга. Если мы попробуем посчитать спред между декабрьским контрактом WTI и июньским контрактом WTI, мы получаем вот такой график и как раз таки рост цены декабрьского контракта относительно июньского контракта. А это состояние рынка называется контанга. График и этот график и вообще контанга интересен тем, что вот у нас к концу мая произошел вот такой вот резкий рост. И как вы помните, цены у нас на WTI уходили в отрицательную сторону. За вот этим резким взлетом стояло несколько факторов, которые характеризуют фундаментальное состояние рынка, в том числе переизбыток на рынке, в том числе недостаток, дефицит хранилищ, в том числе слабый спрос и многое другое. И вот это изменение спреда, именно его сокращение, хотя рынок у нас сейчас находится в узком диапазоне, спред у нас продолжает сокращаться, говорит о нескольких эффектах. Если мы вспомним, какие факторы приводили к росту этого спреда, то можно сделать такой вывод, что если спред сокращается, то происходит действие обратных факторов. И среди этих факторов можно перечислить следующие. Во-первых, снижаются опасения, связанные с хранением и транспортировкой нефти, в частности WTI, в частности, с ситуацией с главным нефтехранилищем США, который находится в Кушинге, о нем будет рассказано дальше. Во-вторых, снижение этого спреда говорит о том, что нефтяные фонды ETF, которые в связи с падением цен в отрицательную зону нефтяных, они начали пересматривать свою инвестиционную стратегию, начали делать переброску, осуществлять переброску из ближних контрактов в дальние. А когда это происходило, спред у нас расширялся, собственно, когда нефтяные фонды практически завершили, или вообще уже завершили эту переброску, давление, соответственно, на ближайшие контракты ослабло, и, соответственно, повышательное давление на дальние контракты также ослабло, что как раз-таки приводило к сокращению этого спреда. Также один из важных факторов, который объясняет это сужение и сокращение этого спреда, это то, что уменьшается пересбыток сейчас на рынке за счет сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Добычи начали сокращать активно в начале мая. Также у нас, естественно, начала сокращаться добыча в США. Это сокращение обусловлено рынком, обусловлено низкими ценами. Также у нас появилась информация, что некоторые ближневосточные страны, в частности Саудовская Рада, Кувейт, ОАЭ, объявили о дополнительном сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день, начиная с июня. Это также сейчас учитывается в ценах и также вызывает повышательное давление в ближних контрактах за счет того, что усиливается ожидание сокращения пересбытка. Также сокращение этого спреда объясняет медленное, но верное восстановление спроса на ближайшие поставки нефти на ближайшие контракты. Отчет American Petroleum Institute, который вышел вчера во вторник, это ежедельный отчет по нефтяному рынку, показал, что запасы в США по расчетам агентства снизились на 7,5 млн баррелей, коммерческие запасы. Но, что самое интересное, запасы в Кушинге по расчетам агентства упали на более чем на 2 млн баррелей. Если энергетический департамент США подтвердит эту оценку, это будет первое сокращение запасов в Кушинге с февраля. Опасения о дефиците места в Кушинге, о том, что Кушинг переполнен, как раз таки приводили к росту этого спреда. И сейчас сокращение спреда, оно подкрепляется у нас данными, действительно, оно оправдано тем, что запасы в Кушинге у нас снижаются. И, следовательно, ожидать, что майская ситуация, ситуация с майским контрактом WTI повторится в июньском контракте, становится все менее и менее актуальными. То, что запасы в Кушинге сокращаются, говорит о том, что добыча в США снижается, а спрос на нефть со стороны американских МФЗ растет, что, собственно, выражается в том, что нефти поступает меньше в Кушинг, чем оттуда нефть убывает, потребляется. Кроме того, как я уже сказал, снижение запасов в Кушинге ограничивает давление на цены на ближний контракт, на июньский контракт WTI, ограничивает давление на цену WTI, которая связана с опасениями, что в июньском контракте тоже могут сыграть вот эту историю с майским контрактом, когда хранилище переполнилось тот факт, что появились данные о том, что запасы в хранилище сокращаются, говорит о том, что маловероятно, что ситуация в июньском контракте, именно ситуация с негативными ценами, она повторится. Энергетическое агентство, Энергетический департамент США пересмотрел прогноз о добыче, снизил он прогноз на 70 тысяч баррелей в средний объем добычи в 2020 году, сокращение относительно 2019 года состояло примерно 500 тысяч баррелей, в 2021 году агентство прогнозирует сокращение добычи еще дополнительно на 800 тысяч баррелей, по сравнению с предыдущим отчетом прогноз добычи был пересмотрен вниз, немного не оправдал ожидания, ожидалось, что энергетическое агентство посчитает, что низкие цены все-таки выносят американских производителей сильнее сокращать добычу, но почему-то оценка сокращения больше не такая пессимистичная, как ожидалось. Это, соответственно, негативный фактор для цены на американский сорт нефти. Теперь рассмотрим ситуацию по золоту. Сейчас мы можем видеть, что золото у нас движется в таком узком диапазоне, диапазоне, который имеет среднее значение в 1700 долларов за тройскую унцию. Произошла некоторая стабилизация цен около этого уровня технической, динамика напоминает такой сжимающийся острый треугольник. Обычно это предшествует пробою, сильному движению, и, скорее всего, это движение будет вниз. Сейчас объясню, почему. Стабилизация золота, как оказалось, совпала с движением ожидаемой инфляции в США. Если мы возьмем график инфляционных ожиданий в США, вот я его привел здесь, если мы наложим цену на золото, то видно, что резкий рост цены, который вот здесь у нас произошел, он как раз-таки совпал с тем, что у нас ФРС резко смягчила кредитную политику, возникли ожидания, что инфляция сильно ускорится. Это, соответственно, выразилось в росте инфляционных ожиданий, и из-за этих как раз-таки последовало золото. Вот здесь произошло движение золота. Затем, когда инфляционные ожидания у нас стабилизировались вот здесь, то можно видеть, что и стабилизировалась цена на золото. Это позволяет выдвинуть предположение, что главный фактор у нас в росте цены золота, в удорожании золота как раз-таки является инфляционное ожидание, то, что фискальное стимулирование, монетарная политика ФРС придут к ускорению инфляции. Но апрельские данные показали, что базовая инфляция в США упала 0,4% в месячном выражении. Впервые это произошло за 38 лет. Это, конечно, свидетельство сильного провала в потреблении, в компоненте потребления ВВП. И как раз-таки именно спаду в потреблении присуща свойством некоторая жесткость. Она выражается в том, что падение происходит быстро, но восстановление потребления происходит медленно, так как потребление у нас зависит от доходов, а доход у нас зависит от того, готовы ли работодатели повышать дайм, повышать заработную плату. А, соответственно, решение работодателей зависит от того, какие объемы продаж у них будут, на что они могут рассчитывать. Могут ли рассчитывать они на рост, на расширение производства. Естественно, получается такой замкнутый круг, и это все ведет к тому, что у нас возникает такая жесткость в плане восстановления потребления. Жесткость, соответственно, восстановления потребления говорит о том, что инфляция также не сможет быстро восстановиться, и вот последние данные по потребительской инфляции, к сожалению, свидетельствуют о такой динамике. Во-вторых, это также говорит о том, что у компаний сейчас аккумулируются рекордные запасы, товарные запасы, им куда-то нужно их реализовывать, чтобы освобождать средства. Естественно, они будут вынуждены, скорее всего, делать скидки. Это еще один фактор давления на потребительские цены. На мой взгляд, с появлением четкого такого дефляционного тренда в США, что подтверждается выходом последних апрельских данных, этот дефляционный тренд, он будет выражаться в том, что инфляционное ожидание продолжит вот такое движение, продолжит находиться на плато, даже могут перейти в снижение, и есть риск, есть вероятность того, что золото последует за инфляционными ожиданиями, исходя из того, исходя из такой очень тесной динамики. Если у нас произойдет снижение инфляционных ожиданий, получается, нужно следить за этим индикатором инфляционных ожиданий, вот у нас здесь данных. И за ним нужно, получается, очень внимательно следить, и если дальнейший динамик инфляции будет говорить о том, что у нас идет длительный период дефляции в США, то золото, по сути, лишается основного фактора роста, который обославливается вот этой вот связью, как-то холодно здесь есть. Ну и сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с нами в пятницу.